Тест-драйв пройден. Несколько недель назад впервые по этим рельсам прошел трамвай номер 3. Разворотное кольцо на доме быта построили на время ремонта путепровода. Напомним, первое кольцо на новом рынке появилось в конце мая. За пару месяцев Барнаульцы перестроились на новую схему движения, а также на новый формат оплаты. С 21 мая в городе запустили электронный пересадочный талон. Он действует по транспортной карте. У пассажиров есть 100 минут, то есть полтора часа на то, чтобы перейти с нового рынка до дома быта и сесть на нужный транспорт. Всего по пересадочному талону Барнаульцы уже совершили более 5000 поездок. После первого отбития у тебя есть 100 минут, чтобы пересесть. Времени более чем достаточно, жалоб не поступало, что кому-то не хватило времени пересесть даже с учетом пешеходной связи, чтобы перейти участок, который ремонтируется. Что касается ремонта моста в целом и неизбежных пробок, стадия принятия, кажется, уже наступила. Ну, как, ну как, ну как, принимают то, что есть, ну как, от нас же ничего не зависит. Опасаемся, так сказать, начала осени, зимы, когда студенты начнут, так сказать, ездить. А так, время нужно попирать, а иначе приходится жить в комитете. Ну, на работу добираться не очень удобно, а так стараемся лишний раз никуда не ездить. А вот что может существенно поддержать молодежь во время ремонта моста, так это единые школьные студенческие проездные. Напомним, в Барнауле их водят с 1 сентября. Если школьники и студенты ранее могли воспользоваться выгодой только в электротранспорте, то теперь проездные будут действовать и в автобусах, работающих по регулируемым тарифам. На это из бюджета города выделено почти 24 миллиона рублей. Добавим, продажа проездных билетов стартует 15 августа. Анна Рашегирова, Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.